Всем привет! Меня зовут Смирнова Анна, я врач-офтальмолог. И сегодня я хотела бы рассказать про отличия холязиона и ячменя. Очень частый вопрос, особенно с учетом того, что эти два заболевания очень похожи друг на друга. Как же их отличить? Начнем с того, что ячмень это острое гнойное воспаление, то есть вы очень легко его отличить потому, что оно развилось буквально за несколько часов или в течение одного дня. Причем это гнойное воспаление реснички, фолликулы ресницы или сальной железки. В такой ситуации появляется резкая припухлость, гнойное отделяемое, боль достаточно интенсивная, может даже локально повышаться температура. На ощупь очень болезненное веко, оно опухшее, красное. Как правило, это состояние завершается тем, что гнойничок прорывается, гной оттуда выходит и все в течение недели воспаление начинает стихать. Лечится оно естественно антибактериальными мазями, антибактериальными каплями. Наиболее частая причина развития ячменя это стафилококк, золотистый стафилококк, который может жить на коже и вызывать вот такие активные воспаления. Чем у нас тогда отличается холязион? Холязион это хроническое воспаление мейбомиевой железы. Оно может начинаться из подволь, то есть в толще века вы чувствуете маленький шарик, он абсолютно безболезненный, он никак не меняет века в плане того, что оно не отечное, оно не красное, он безболезненный, вы спокойно можете его потрогать, вы чувствуете его границы, он вам никак не мешает, кроме визуального эффекта. Дальше холязион может в таком состоянии пребывать очень долго. У некоторых людей он годами в одном и том же положении, ничего не меняется, он никак не проявляет себя, однако бывают ситуации, что он начинает развивать дальше воспаление. И здесь возможны два варианта. Это может быть хроническое горнолематозное воспаление, когда этот шарик медленно-медленно-медленно увеличивается в размере. А бывает резкое, часто после переохлаждения, на фоне каких-то заболеваний простудных, ног. Если вы промочили ноги, очень многие рассказывают, что они просто вот ходили, искупались в какой-то речке, немножко подмерзли, а потом век резко покраснело, опухло, хотя до этого там был маленький шарик. Вот это присоединение уже вторичной инфекции, воспаление. И здесь мы имеем такой воспалительный уже холязион. Почему мы их различаем? Холязион это все-таки хроническое воспаление мейбомиевой железы. И у нас в основе этого воспаления лежит закупорка. То есть, чтобы профилактировать развитие холязионов, достаточно каждый вечер аккуратненько массировать веки, помогая секрету мейбомиевых желез выходить на поверхность века. Это можно делать как чистыми руками, так и с помощью блефорогелий, например. Можно перед этим погреть веки компрессом с блефоросалфеткой или просто с отваром ромашки. И аккуратно каждый вечер массировать верхнее и нижнее века. Это профилактика закупорки мейбомиевых желез. Если же у нас железа закупорилась, есть два варианта. Первый вариант – это медленное течение, когда у нас секрет накапливается, 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 и железка потихонечку растет. И второй вариант – если в эту закупоренную железку присоединяется наш любимый стафилококк, опять же, или эпидермальный стриптококк. Или, если не дай бог, у нас есть демодекоз, он тоже может вызвать более резкое развитие воспаления. А при этом века становится тоже отечно, гиперемировано, оно может быть болезненно. А при пальпации мы можем чувствовать крупный шарик в таком месте. Лечится это, как правило, двумя способами. Либо это антибактериальное противовоспалительное лечение. Мы пытаемся снять активное воспаление с помощью гормональных, как правило, мазей гидрокортизоновых. И антибактериальные капли мази даем. И если это никак не помогает, есть дальше два пути. Если у халязиона капсула хорошо сформирована, то мы можем его удалить хирургически под местной анестезией вместе с этой капсулой. И тогда на этом месте уже никогда больше халязиона не появится, потому что мы удалили полностью всю железку. Второй вариант, более щадящий, но более длительный – это уколоть в халязион дипроспан. Кому-то это хорошо помогает, и у кого-то рассасывается полностью в такой ситуации халязион. Кому-то не помогает, и мы опять заходим на хирургический этап. И то, и другое острое воспаление оставлять без лечения нельзя. Если ячмень довольно быстро и активно сам прорвется, это будет хорошо. Вопрос, куда он будет прорываться. Бывают ситуации, что у нас это воспаление перескакивает на соседние железки, и вот у нас уже все века воспаленное и красное. Поэтому обязательно обращайтесь с этими проблемами к офтальмологу. Он вам будет назначать лечение антибактериальное. Не надо пугаться, антибиотики местного действия никак не влияют на общий организм. Они не всасываются практически и не оказывают эффекта на почки, печень, если кто-то этого боится, но при этом быстро снимают воспаление. Халязион, соответственно, тоже нужно лечить примерно так же, но более длительно. И, соответственно, если это не помогает, то опять же приступаем к хирургическому лечению для санации вот этого инфекционного очага. Кто чаще всего подвержен этим заболеваниям? Первое – это дети, которые пошли в садик. У них нет иммунитета, они часто простужаются, поэтому дети 3-4 лет очень часто родители приводят, жалуются. У нас то на одном веке, то на другом веке, потом вроде пролечили, опять появилось. Это все пройдет. Дети к 7 годам уже, как правило, не страдают этими халязионами. Очень редко. А вот это люди, у которых есть какие-то заболевания ЖКТ, диспепсии, какие-то хронические воспалительные заболевания в области ЖКТ, гастриты и так далее. Это пожилые люди, страдающими хроническими заболеваниями, в частности сахарным диабетом. И посмотрите, если у вас пожилой человек с хроническими вот этими халязионами, это может быть косвенный признак того, что он плохо следит за уровнем глюкозы. Потому что и стафилококк, и стрептококк очень любят сахар. Соответственно, если у нас глюкозы в крови много, ее много будет и в коже тоже. И, соответственно, это хороший субстрат для развития инфекции. В частности, вот ячменей и халязионов. Поэтому обязательно следите за своим здоровьем. Если вы заметили, что у вашего родственника друга или у вас часто стали появляться вот эти ячмени и халязионы, вот, во-первых, надо отделить друг от друга и провести посев, посмотреть, есть ли там патогенные микрофлоры. Бывает, что это не стрептококк и не стафилококк, это что-то другое. Поэтому обязательно сделать посев гновеного содержимого. Вот, офтальмолог поможет это сделать. И обязательно все это пролечить. А также обследоваться на предмет каких-то, может, общесоматических заболеваний у терапевта. Ну и, конечно же, будьте здоровы!